Доброе утро и пятый день в Нью-Йорке. Я думаю, что этот влог, наверное, будет заключительным, потому что завтра уже вечером я улетаю, и у меня физически не будет возможности, наверное, снимать, там, мотировать вам влог. Но в любом случае, если вы подписаны на мой инстаграм, то вы видите, что все, что происходит вот прям в режиме реального времени, я транслирую в инстаграме. Поэтому не расстраивайтесь, что завтрашнего влога не будет. Переходите в мой инстаграм, там я буду показывать, что я буду делать в свой заключительный день в Нью-Йорке. Ну, а мы с вами начинаем пятый влог. Каждый день, даже на кофе, я стараюсь идти разными маршрутами, но чтобы дольше это все получалось вдоль центрального парка, конечно. Посмотрите, какая полицейская машинка здесь стоит. Я такого еще не видела. Еще почему-то именно в эту поездку меня постоянно спрашивают, откуда мои шорты, топ. Много вопросов про одежду, хотя ничего сверхъестественного нет. Посмотрите, все время хожу в одних и тех же кроссовках, потому что они самые удобные, и в них можно спокойно 20-25 километров пройти. Ну, сегодня, окей, я чуть-чуть более нарядная за счет украшений. Ну, а так, видите, у меня такой базовый здесь абсолютно образ для того, чтобы было просто удобно ходить, ну, чтобы на фотографиях было нормально и не жарко. Так что все образы у меня простые. Если хотите их все посмотреть, то тоже welcome в мой инстаграм. Я вам немножко покажу ассортимент Whole Foods, который рядом с центральным парком, где я постоянно все беру для того, чтобы перекусить. Вот такие вот тут цветы на входе. Еще очень-очень мне нравится отдел с фруктами и овощами. Ну, так как в России я фрукты практически не ем, кто давно на меня подписан, тот знает, что я там углеводы стараюсь ограничивать. Мой рацион больше похож на кето, палео, но здесь, вы себе не представляете, как мне постоянно хочется есть фрукты, потому что, посмотрите, как минимум, как они упакованы. Этот Whole Foods просто огромный и он славится очень свежими, качественными продуктами. Там можно вот орехи, сухофрукты набрать, всевозможные соки, напитки, ну, почти все. Здесь, по-моему, органическое, соусы, сейчас еще не так много людей, охлажденное мясо, мясо все разделено по категориям, сосисочки отдельно. Огромный, конечно же, стенд с завтраками. Здесь прям есть целый культ в Америке завтраков и много всяких хлопьев. Их я тоже особенно не ем, но думаю, что если бы осталось в Америке на подольше, наверное, бы поела. Молока тоже безумное какое-то количество и растительного, даже кефир есть растительный. Видели такое когда-нибудь? Крем-чиз. Это прям мой рай, потому что крем-чиз один из моих самых любимых продуктов в России. И мой рацион, ну, где-то процентов на 50 зачастую бывает строится именно на крем-чизе. Его здесь тоже много. Ну, и, конечно, вот такой вот готовой еды. Буррито, уже макароны, какой-то мак-н-чиз. Здесь этого тоже навалом. И мороженое тоже. У нас здесь сырки. Похоже на то, что у нас с вами продается. И вот тоже целый отдел мороженого. К сожалению, оно все в больших упаковках продается. Я бы что-то взяла. Ну, для меня это много. Вегетарианцы реально сейчас, наверное, меня не поймут. Но я не вега. И вот эти вот стейки у меня ассоциируются с мультиками. Знаете, ну, типа Том и Джерри и тому подобное. Там вот такие стейки. Я в первый раз в жизни, наверное, и увидела, когда была маленькая. Смотрите, это все можно просто купить и дома приготовить на гриле, например. Вот тоже овощи. И как вам, кстати, цена за спаржу? Один из моих самых любимых отделов. Это китчен, готовая еда. В Америке не так, чтобы очень много людей готовят, как я поняла, и как мне рассказывают. Поэтому все покупается вот здесь. Видны все ингредиенты, калорийность блюд, что, кстати, очень удобно. И мой аппетит сейчас просто улетел куда-то в космос. Слушайте, ну, если это не завтрак богов, то я не знаю, что. Потому что здесь тебе и скрэмбл, и спаржа, и курочка, помидор, мак-н-чиз, и картошечка. А, там еще погребена индейка, грудка индейки. Мне кажется, просто замечательный завтрак. В Старбаксе была такая огромная очередь, что я решила выпить кофе вот в такой вот машинке. С пастфудом практически, который я вам все время показывала. Тут написано «Арабика». Ну, проверим, какой на вкус будет этот кофе. Пока ищу локацию, где мы сможем с вами попить кофе. Решилась пройти по вот этому мостику. А то я вам эти мостики все время со стороны показываю. Сейчас мы с вами по одному из них вместе прогулялись. Я тут подумываю о том, чтобы сесть не на лавочку, а вот как девушка на камне. Давно на эти камни посматриваю с первого дня приезда в Нью-Йорк. Думаю, почему бы не посидеть? Наверное, они прохладнее. Еще одна моя подружка. Утром. Ну, тут вот явно что-то ждет от меня, но нет. Так что не зря я решила сменить атмосферу. Ну, и с этим же практически видом. Это просто пипец какой-то, ребят, это белка. Она не то чтобы на меня напала, но она запрыгнула на лавочку. Я забыла слова. Я, блин, я реально боюсь этих белок. Я вот, мне тем более, тем более мне подписчики написали, что кого-то они тут даже кусали в Центральном парке. Поэтому, ну его нафиг, блин, белка, уйди, пожалуйста. Сейчас заберу свои манатки и сваливаю отсюда. Потому что, ну, она уж очень-очень интересна. С большим интересом смотрела на то, как я ем печенье. Явно рассчитывала, что ей перепадет. Нет. Короче, я сбегаю, ребят. Не знаю, как вам, а мне вот это вот украшение машины кажется очень криповым. Скажите, пожалуйста, мне не одно же это кажется прям устрашающим. Собрала тут волосы в такой пучочек, потому что просто невероятно жарко. И что вы думаете, та белка из предыдущих кадров, она меня выгнала. Она выгнала меня с лавки. Я еле успела потом зацепить телефоны, камеру, сумку. Потому что она просто запрыгнула на лавку и изгнала меня. Люди проходили и умирали, когда я ее пыталась согнать. Потому что ей было плевать на все мои кыш-кыш-кыш или тому подобное. Так что невероятное нападение белки на меня было сегодня совершено. Кстати, на Колумбус Сёркл расположен отель Трампа. И тут также есть еще резиденции. То есть люди, у которых там свои квартирки. Что, быть в Америке и не купить сувениров из американских брендов? Ну, было бы преступлением. И не буду показывать, потому что эти люди, возможно, смотрят мои влоги. Вообще, я очень люблю привозить сувениры именно от тех брендов, в чьей стране, грубо говоря, я нахожусь. Ну, то есть Michael Kors это чисто американский и особенно нью-йоркский бренд. Поэтому сувениры логичнее привозить именно от таких брендов. Потому что там магнитики, всякие какие-то такие туристические штуки. Ну, я не люблю это привозить уже. Конечно, когда меня просят, я привожу. Но, согласитесь, это гораздо приятнее, чем просто магнитик. Потому что это можно будет потом использовать. Человек будет вспоминать меня. И это вдвойне приятно. Ну, вот правда, каждый день сворачиваешь на какую-то новую улицу. Вроде по обычному маршруту. И видишь что-то вот такое новое и яркое. Очень забавно сейчас проходило. И строители пытались угадать, из какой я страны. Их предположениями были Бразилия и Колумбия. И один из них сказал, да точно, по-любому Колумбия, я уверена, на 100%. Ну, немножко, немножко с полушарием земным ошибся. Быстро зашла в номер для того, чтобы охладиться, оставить пакеты, чтобы с ними не таскаться. Потому что сейчас на другой просто конец Манхэттена я поеду. И пересматривала утром свой сториз, где вот я начинала этот день буквально пару часов назад. Боже, небо и земля, почему? Ну, я просто на улице так жарко, что утром это выходит такой аккуратный, такой симпатичный человек. А сейчас просто уже какая-то собака сутулая, потому что уже все волосы собираю наверх. Иначе я тут полностью сварюсь. Но зато хотя бы в начале дня вы можете посмотреть на более-менее нормально выглядящую меня. Так что пошла дальше проживать этот день уже с собранными волосами. Ну, может быть, где-нибудь еще в прохладном помещении я их распущу. Но очень-очень вряд ли. Кстати, номер у меня довольно небольшой, поэтому не вижу никакого смысла снимать рум-тур. Но, кстати, офигенно, что, видите, под кроватью есть место. Я обожаю, когда в гостиницах так, потому что можно убрать чемодан. Это просто супер. Ну, вот маленький, но, в принципе, абсолютно нормальный номер. Кстати, посмотрите, цветочки до сих пор стоят. И, с одной стороны, это хорошо. С другой стороны, вот они в идеальном состоянии. Вообще вот ничего с ними не стало, и придется их завтра просто здесь оставить в отеле. Я поняла, что есть одна вещь, которую мы с вами еще в Нью-Йорке не пробовали, и это метро. Я думала сейчас поймать такси, но решила, почему бы не сесть в метро, потому что я ни разу там не была. Может быть, и крыс знаменитых нью-йоркских встреч. Потому что в Нью-Йоркском метро реально водятся крысы, и много их там. Ой, вот моя станция. И сейчас я впервые воспользуюсь метро. Я зашла. Никого нет. Не сняла вам. Короче, я оплатила это все телефоном. Очень просто прикладываешь, и все. И теперь вот я в Нью-Йоркском метро, ребят. Я с вами тут впервые. Главное понять, куда мне надо. Мне, по-моему, надо на Кони-Айланд. Значит, стою здесь. Логично же. И на самом деле это не я. Там как-то Нью-Йорк изучила заранее. Нет, обычные гугл-карты. Я вбиваю маршрут, и он мне все показывает. Куда, как. В принципе, тут даже написано, что следуйте указателям. Вот раз, вот указатель. На моей станции практически нет людей. Нас всего человек пять. И мне так классно. Объявление какое-то. Но сейчас мы с вами впервые на Нью-Йоркском метро прокатимся. И надеюсь, что вагон будет незаполненный, и у меня получится сесть. Потому что хотелось бы уехать сидя. Ну, а там как уже получится. И, кстати, то, что я оплатила телефоном, ты реально просто подходишь, сразу включаешь там либо Apple Pay, либо Google Pay. Сразу списываются деньги. Одна поездка стоит 2,75. Конечно, это дешевле, чем такси, потому что такси мне обошлось, я думаю, баксов 30. Наверное, не меньше, я думаю. Но если вы много передвигаетесь на метро, логично, конечно, взять какой-нибудь проездной абонемент. Я на метро всего один раз и думаю, что, в принципе, одним разом и ограничусь. Но вот такие вот цены. 2,75. Либо взять абонемент, либо такси. Потому что пешком идти очень долго, там, часа полтора где-то по жаре. Прибывает мой вагончик. Постараюсь не снимать пассажиров. И посмотрите. Вот тут вот я еду. Благополучно я вышла, проехала свои 11 станций. И теперь я в Бруклине. Ну что, добро пожаловать в Бруклин. Вот такой вот тут вайб. Мое любимое слово. Я вышла из метро и направляюсь к мосту. Прямое включение. Вот так вот. Все, что вижу сейчас. Довольно шумно. Гугл-карты работают через раз. Но ничего, я думаю, не заблудимся. А направляемся мы с вами не просто так. Не просто прогуливаемся. А на очень красивый вид. Вот, наконец-таки, я иду по Вашингтон-стрит для того, чтобы показать вам вот это все. Не зря я это отложила на более свободный день. Как вам? Эти пожарные лестницы, эти здания. Ну и, конечно же, мост. А уже на фоне этого моста мне сделали фотографию добрые испаноговорящие люди, которых я тоже сфотографировала взамен. И фотки получились классными. Что очень поднимает настроение, потому что не всегда прохожие фоткают хорошо. Да что вы вообще знаете о роскоши? Вы посмотрите на этот руль. Он сияет. Я не знаю, как помните, тиара в мультике Анастасия. Не зря я сюда, конечно, приехала. Здесь тоже атмосфера немножко другая. Здесь, я так скажу, немножко погуляв, не так гламурно, как на Манхэттене. То есть, прям, есть, конечно, разница, потому что Бруклин, это не Манхэттен, очевидно. Манхэттен, да, как я тут говорю. Нравится мне, как это слово звучит. Но здание при этом мне тоже очень нравится. Просто мечта приехать сюда для того, чтобы была какая-то съемка, то есть, там, с фотографами, с видеографами, для какого-то проекта. Вот было бы здорово, мне кажется, приехать в Нью-Йорк для того, чтобы провести съемку. И вот такой вот еще я нашла вид на Круклинский мост. Смотрите, что на одной станции на Манхэттене я тут нашла. Короче, сейчас была прям настоящая спецоперация, потому что такси невозможно сейчас пользоваться. Я думала, что одной поездки на метро мне хватит, но что вы думаете, нет. Сплошные ремонты дорог, поэтому открываю гугл-карты, строю маршрут, соответственно, с метро. Еле нахожу это метро, потому что гугл-карты работают очень тормознуто. Не знаю, с чем это связано. Запрыгиваю просто как в фильмах в последнюю секунду. Вот я захожу и сразу дверь закрывается. Я просто топила. Проезжаю одну остановку, понимаю, что мне нужно пересаживаться. Выхожу, одна остановка выскочила. Как-то тут надо, получается, пересаживаться на разные выходы. Ну, извините, да, я не часто на метро езжу, то есть для меня это первый опыт. Каким-то чудом мне получается пересесть, две остановки и я снова на Манхэттене. Ура! Так что как-то интуитивно больше у меня получилось найти выход. Вот это, кстати, я тоже называю синхронизацией с городом, когда ты вот просто интуитивно приходишь в нужное место. Бруклин Бруклином, но вернуться на Манхэттен, честно, гораздо приятнее. Какой-то он уже гораздо более родной, ну и, конечно, Манхэттен, будем честны, он погламурнее так, чем Бруклин. Все эти приключения в предпоследний день, они неспроста, потому что мне нужно выполнить несколько таких поручений, купить то, что меня попросили, привезти то, что меня попросили. Соответственно, такая вот легенькая сегодня суета, но ничего, знаете, уже как-то даже привычно тут. Ну, однозначно, на Манхэттене мне гораздо комфортнее и просторнее находиться, как минимум, потому что тут в целом просторнее. Бруклине много каких-то строительных таких моментов, за счет чего мне менее комфортно. А это, я так поняла, огромнейший просто торговый центр. Мне как раз-таки сюда и было нужно всемирный торговый центр. Где-то тут я прям нахожусь. Очень просторный, светлый, и снаружи вы его тоже видели. Красавчик. Вымученный мужской шопинг у меня тут тоже закончился. Огромнейший тяжеленный пакет Under Armour, так что все, все укомплектованы сувенирами. Вспомнила, что кое-что еще не докупила, поэтому пришлось забежать в торговый центр. И посмотрите, оказалось, что с этого торгового центра открывается вот такой вот замечательный вид. И вот такая вот прогулочная зона, где можно отдохнуть, также посидеть, поесть. Очень классно. Мне так нравится, что в Нью-Йорке столько мест, вот этих общественных пространств, где можно просто здорово провести время. Рассказала в Инстаграме, продублирую вам здесь. Самый крутой лайфхак, когда с вами в путешествиях пытаются познакомиться, у вас нет желания там как-то сильно общаться, но бывает такое, что ты устал, просто полностью переходите на русский и вы прям по-русски говорите, чувак, я не могу с тобой знакомиться, вот прям по-русски говоришь, говоришь, люди, конечно, остаются. Кстати, этот же прием работает с людьми, которые к вам просто там докапываются на улице. Главное, чтобы они не оказались русскими. Тут, кстати, что-то произошло, потому что, по-моему, скорая приехала, приехали полицейские, что-то там на воде произошло. Как? Или учение, или еще что-то, непонятно, что. К сожалению, оказались не учения, и полиция приехала не просто так, потому что скорая вывозила человека на носилках. Не знаю, жив он, не жив, но вот такая вот ситуация. мне кажется, что жить в таком районе это просто невероятно здорово. Так я только что поняла, что этот вид тоже очень кинематографичный. Согласны? Иду дальше. Здесь вот такой вот вид открывается. К сожалению, я не могу снимать вам очень много, потому что, ну, чтобы там другие люди не попадали в кадры, есть люди, которым это не нравится, поэтому нужно уважать чужую приватность, как говорится, но что-то общее я вам могу показать, но, конечно, атмосферу все передать не получается из-за того, что, ну, не все я могу снимать. У нас в отеле, кстати, классная система, здесь проходит небольшой завтрак, ну, я сюда ни разу не ходила, я бы даже это завтраком не назвала, там, батончики, фрукты. Можно в любой момент взять безлимитное количество, тут апельсиновый сок, яблочный, напиток, вода холодная, кофе, сколько хочешь, это в любое время дня и ночи доступно, молоко, чай, тут целый холодильник у нас с йогуртами разными, обезжиренными, обычными, и вот такие вот снеки ты тоже можешь взять в любое время дня и ночи. По-моему, классно. Зашла в номер, оставила все свои тяжелые сумки и пакеты, и, кстати, я смонтировала этот влог, который вы сейчас смотрите, то есть мне осталось добавить только кусочки, которые я снимаю вот сейчас, начиная с этого момента, и это так необычно, я решила изменить себе, смонтировать ролик, а потом пойти дальше гулять, потому что сегодня заключительный полный день моей поездки в Нью-Йорк, поэтому сегодня заключительный раз, когда мы с вами пойдем в Центральный парк вечером, а мои уже завтра походы в Центральный парк, даже если это будет не один, вы уже, да, сможете посмотреть только в Инстаграме. Что вы думаете, я опять зашла в Майкл Корс, чтобы поняла, что нужно докупить еще несколько сувениров, и как я могла забыть, как я могла забыть про то, что этим людям тоже нужно что-то такое классненькое привезти, вот к своему стыду, поэтому у меня будет весь мой чемодан практически укомплектован Майкл Корс. еще рано ностальгировать, потому что никуда не уехала, но уже, уже подкрадывается вот эта легкая волна грусти о том, что надо будет завтра улетать. Это что, получается, парковка за ночь 25 баксов плюс налог. Интересненько. Еще буду безумно скучать по вот этому золотому часу. посмотрите, какой красивый нью-йоркский свет, который пробивается между небоскребами. Вот такой вот меня свет встретил в мой первый день в Нью-Йорке и в мой заключительный полный день в Нью-Йорке тоже ловлю это солнышко. Вот она, эта красота без фильтров. Почему-то камера плохо передает, вот в инстаграме было видно лучше. Покупаю тут сувениры, посмотрите, что я нашла, календарь с пожарными. Вот это вот то, уж точно вот такого точно сувенира от меня бы никто не ожидал. Ну, короче, целый пакет сувениров скупила, открыток тоже скупила, и мы с вами идем на вечернюю Таймсквэр, потому что вечером мы там с вами еще не были, да? Вот я поняла, что не водила вас еще вечером на Таймсквэр. Посмотрим, как она выглядит. Кутовец в сувенирном магазине сказал, что я приехала опять же в идеальное время, потому что он говорит, сейчас нет толп людей, что если бы я была в этом же магазине, например, там пару лет назад, то я бы физически там не могла протолкнуться, было бы 5 продавцов, а сейчас только он и один его помощник. Представляете, ему пришлось сократить штат, и он говорит, что Нью-Йорк только-только возвращается к нормальной жизни, и что, в общем-то, всем людям, которые сейчас путешествуют в Нью-Йорк, не сказано везет, за счет того, что, в принципе, я нигде не стояла в очереди. Вот почему я раньше, видимо, не приезжала в Нью-Йорк, знаете, всему свое время, всему свое время. А как я могла ходить мимо вот этих вкуснявочек и даже их не заметить? Вот как? Как это вообще? Даже не в моем стиле. Итак, мы с вами дошли до Тайм-Сквер вечером, стеменело, и, честно, Тайм-Сквер намного, намного эффектнее выглядит именно вечером, за счет того, что вся наружная реклама, она подсвечивается, вся она на экранах. Это, конечно, очень красиво, но и людей стало гораздо больше, и всеми знакомого запаха травы тоже. Кстати, в Нью-Йорке на Тайм-Сквер очень-очень много фотографов, видеографов. Вы по-любому видели этих популярных в ТикТоке фотографов, которые делают фотографии прямо здесь, на Тайм-Сквер, у которых там миллионы просмотров, миллионы подписчиков. Так что, да, вот то самое место, где делаются эти вирусные видосики из ТикТока. Пока я вам тут снимаю, ко мне бездомный подошел и попросил мелочишки. Вот так вот. Все, все, что остается за кадром, как говорится. Как же удивительно меняется восприятие города в разные, и когда я первый раз, первый день приехала в Нью-Йорк и попала на Тайм-Сквер, я немножко напряглась, потому что много людей, такой вот запах вот этот повсюду, и как-то мне всегда первый день город кажется, знаете, таким чуть более агрессивным, и как вообще сегодня совершенно по-другому я себя ощущаю на Тайм-Сквер, как мне здесь сейчас хорошо, комфортно, но опять же, учитывая, что людей все равно по меркам Тайм-Сквер, ну просто ничего, даже то, что вы сейчас видите, это называется пустая Тайм-Сквер. Безумно странно, но мне очень сильно захотелось съесть пончика из Криспи-Крим, вот прям, знаете, очень-очень резко, и, наверное, я думаю, нужно это сделать. И, кстати, здесь можно проследить процесс того, как пончики готовятся. Самый интересный момент. О, да. Это Тайм-Сквер. Думаю, хватит с меня этой движухи, пойду в сторону Центрального парка, кстати, садить вот эти ростовые куклы, я не представляю, как людям в них жарко, потому что я видела, что это в основном мигранты из Латинской Америки, ну вот, когда они снимали, и, представляете, в какую жару я в шортах умираю, каково им в этих костюмах, вот просто, мне кажется, это очень тяжелая работа, работать в такую жару, обалдеть. Смотрите, какой поргончик, с какой надписью, кто английский знает, тот поймет, что за конфеты здесь продаются, ну что за красота, удивительное ощущение гулять вечером по Бродвию, я сейчас иду реально по Бродвию, в прямом смысле этого слова, и помните, я же говорила, что вечернее шоу тоже в Нью-Йорке все самые известные снимают, вот так вот выглядят эти афиши, как красиво светится витрина, какой же красивый Карнеги Холл, что я наконец-таки в номере, а это значит, что я завершаю эту неделю влогов, я надеюсь, что вам понравилась эта поездка так же, как и мне, потому что я старалась вас прям везде с собой брать, потому что я реально не досыпала, у меня тут вообще слово сон, оно здесь как-то у меня вообще, по-моему, выпало из моего лексикона, но это все ради того, чтобы вы также могли получить те же примерные эмоции, что испытывала я, потому что я хотела делиться ими прям в режиме реального времени, и если вам понравилась эта неделя влогов, то я буду очень рада, если вы подпишетесь на мой канал, все по классике, если до сих пор не подписаны, и также я буду ждать вас в своем инстаграме, потому что там я, например, завтрашний день, как я уже говорила, буду транслировать тоже, и там можно со мной быть на связи, знаете, как-то полегче даже, чем на ютубе, потому что что-то прям в режиме реального времени происходит со мной постоянно, поэтому если вам интересно смотреть за моей обычной жизнью не только в Нью-Йорке, то welcome в мой инстаграм, ну, а я могу сказать, что Нью-Йорк мне настолько понравился, да, и что вам рассказывать, вы были со мной всю эту поездку, что я задумалась о том, чтобы приехать сюда, возможно, чуточку на подольше, чем в этот раз, потому что моя неделя была супер насыщенная, и, опять же, повторюсь, эта программа где-то на две недели как минимум, то, что я успела сделать за эти несколько дней, и, соответственно, мне бы хотелось уже пожить в Нью-Йорке чуть дольше, чем одну неделю, и, возможно, в другой атмосфере, не знаю, когда это будет, но я думаю, что если это произойдет, то вас я опять возьму с собой, но с вами была Алина, увидимся уже в следующих роликах, пока! Также удивительно меняется твое восприятие города в... Sorry! Она выгнала меня с лавки в Manhattan, как я это говорю, главное, чтобы они не оказались русскими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова